Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мы с парнем встречались три года. Последний раз сильно поругались, и он охладил ко мне. То есть, как раньше, не звонит и не пишет. Она звонила, он ругается на меня, на разговор не идет, но говорит, что в отношениях у нас все нормально. Как нормально, если игнорит меня? Могут ли пропасть чувства после трех лет? То, что были вместе. Что можете посоветовать? Психологи не дают советов. Мы помогаем человеку разобраться в себе и научиться лучше замечать, что с ним происходит, и выражать это, но никак не даем советов. Поэтому, Анастасия, если вы за советом, то боюсь не к психологам. Могут ли чувства пропасть после трех лет? Могут. Особенно в результате ссоры. Здесь необходимо понимать, что ссора не является первопричиной. Ссора является, скорее, последней каплей, но не первопричиной. У ссоры есть причины, которые кроются в конфликтах между вами, которые, в свою очередь, являются отражением конфликта внутри самого человека. Вы пишете, мы с парнем встречались три года. Что вас объединяет и что вас связывает? На каком фундаменте вы устраиваете свои отношения? Последний раз сильно поругались, он охладел ко мне. А из-за чего поругались, какой склад ваш в ссору? То есть, как раньше, не звонит и не пишет, но что-то спокойно бывает, ведь в ссорах образ человека может измениться. Она звонила, и он ругается на меня. А как это происходит? Вы звоните, и он начинает ругаться, чтобы не звонили, или что? Но разговор не идет, но говорит, что в отношениях у нас все нормально. Это похоже на избегание. Как нормально, если игнорить меня? А это история про то, что для вас игнор ненормален. И, соответственно, как вы с этим обращаетесь? Как вы обращаетесь с тем, что для вас это ненормально. Как вы это выражаете? Что вы с этим делаете? И так далее. Вот такой ответ я могу вам дать. В целом, это выглядит как зависимое отношение, где вы находитесь ниже своего партнера, обесценивая себя. Я рад ошибаться, но выглядит это именно так. Если это так, то работать нужно со страхами, которые мотивируют вас оставаться в отношениях, с самооценкой, которая позволяет вам такое обращение вашего партнера с собой и с личными границами. Дабы в ссорах не было истории о том, что мы поссорились. На самом деле я поссорил. Вопрос только в том и вешел. То есть, понимаете, да, конфликт есть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...